добрый день друзья с вами канал куры в мегаполисе мои первые индюшата месячные 30 дней им сегодня впервые как я уже сказал я индюшат вывел звонок перебил съемку вот как раз звонит покупатель сейчас за ними приедут до месяца я их подращивал но несколько слов хочу сказать об этих в удивительных удивительных птичках да кстати вот здесь вот мои вторые индюшата ну вот 4 осталось остальных забрали там полтора десятка вот и осталось вот у меня четыре штучки ой-ой-ой-ой так а эти уже здесь вылетают вылетают не оставить открытым брудер ну вот сидят еще в брудере здесь достаточно просторно для них вот и теперь несколько нот я думаю прям здесь вот три явных индюшка да вы видите у них уже шеи красные такие вот интересно сколько весят вообще я их взвешивал как бы шли по табличке прям вот нашел достаточно много таблиц в интернете ну и строго по табличке смотрел видео и помню на каком канале в месяц весили уже два килограмма ну это там какие-то превышающие по табличке 4 недели пилот 250 должны весить вот сегодня 30 дней сейчас посмотрим сколько они весят сегодня мальчику поставил на виске и ла 480 вот еще один полтора килограмма тела 510 еще один мальчишка тела 525 девочки полегче тела 245 но на 300 грамм практически лет несколько слов хотел сказать комбикорме сидят они у меня на пурине перепела как всегда сейчас я их убавлю так друзья ну так вот думаю будет получше и так комбикорм значит индюшина и пурина да я не сказал по моему про индюшат это big 6 франция вот комбикорм значит пурина из пропоек ну традиционно для меня первые шесть дней это аскорутин одна таблетка на литр воды далее комплекс чектоник 2 миллилитра на литр воды в течение пяти дней и дальше 5 дней или корушка оторвал один у другого заинтересовались уронили туда сеточку вот и далее значит 5 дней или бор глюканат кальция 3 миллилитра на литр воды сбор глюканат кальцием желательно еще витамин d давать вот и ближе к месячному возрасту еще раз пропоил бор глюканат кальцием вот в принципе и все пропойки на данный момент которые были с этими дюшатами и далее кстати я вот уже глядя на маленьких индюшат добавил от себя села вид б для птицы маленький дюшкин душа от 2 вывода я заметил в недельном возрасте у них начали выворачиваться крылья наружу кому двоих и я в этот момент пропаивал уточек своих силовитом вот и им тоже дал там течение четырех пяти дней они пили силовит и в принципе ситуация это вот прям вот на глазах изменилось вот можно на них посмотреть принципе крылышки у них у всех прижаты а торчали прям на руку ну вот у одного еще вот видите как бы там справа стороны в уголочке еще как бы они отвисает ну и то что было это что есть это значительно значительно лучше ему стало вот хочу сказать что в прошлом году я экспериментировал с уткой помните я ролик начал снимать у которой крыло было вывернуто наружу ничего не получилось неделю находилась под вязаным крылом но после того как я повязку снял это крыло так и осталось торчать наружу она встала на место после того как я ее ощипал после забоя и газовой горелкой обработал вот тогда крыло встала на место но я думаю это не является лечение вот но силовит силовит на ранних сроках птички как я вот уже сказал вижу что помогает друзья ну что я для себя нового открыл в виде этих индюшат ну во первых то что сразу в глаза бросается их мало интересует корм больше они предпочитают клевать свои какашки я был в шоке вот на данный момент вот эти у тебя вот этим индюша там уже две недели две недели я никак не мог ролик этот озвучить вот сейчас им две недели и они до сих пор еще из непильных на и поилок не могут стоит у них вакуумная банка вот это вот первое во вторых любят они занимать возвышенности различные то есть они дрались у меня вот эти вот вот эти вот ребята они дрались за место на банке на поилке то есть друг друга они сгоняли да и к тому же также пытались залезть на лампу обогрева но и в итоге инфракрасная лампа в итоге они ее разбили просто разбили вот тоже такой момент для меня удивительный что им нужны какие-то прям наверное уже брудури надо ставить какие-то насесты чтобы они на них отдыхали кстати сейчас у меня уже третий вывод индюшат и вот для того чтобы кто-то учил уму разуму я их поместил вместе с трехдневными перепелятами ну и период перепелят им все показывать где нужно пить где нужно есть еще хотелось бы озвучить один такой момент за который я сам себя ругаю уже давно говорю что я не помогаю птицы вылупиться да но вот тут у меня три индюшонка два дня сидели в проклюнутых яйцах я честно сказать подумал что они уже там присохнут засохнут и вообще не появится на свет мы решили немного помочь ну и как я понимаю я зря это сделал потому что все эти три индюшонка оказались с проблемами проблемы у них суставами я так понимаю что они когда еще находятся в яйце продолжает вернее заканчивается формирование их опорно-двигательного аппарата частности нижних конечностей то есть яйцо как корсет удерживает их ноги правильном состоянии а когда я его уже им помог они из яйца вышли вот здесь у них расслабленные суставы неокрепшие еще да да плюс индюшота которые уже обсохли по ним бегали там травмировали их во первых лапки во вторых не дали правильно сформироваться вернее закончить формирование вот этих вот сочленений суставов тазобедренных коленных ну и в общем проблема теперь жалко конечно этих трех ребят я им лапки связывал но тем не менее все равно ничего хорошего не получается из этого в общем вот такие нюансы которые я для себя открыл вот выведя этих индюшат ну и вообще хочу сказать что с индюшатами вот кто хочет заниматься инкубацией продажи там индюшат достаточно выгодное дело значительно выгоднее нежели выращивать бролеров вернее не выращивать а продавать суточных бролеров или подрощенных с индюшатами здесь все значительно лучше ну вот все что я хотел вам сказать друзья всем всего хорошего подписывайтесь на канал в куры в мегаполисе комментируйте ставьте лайки не забывайте и оставайтесь с нами решили вам показать этот перепелиный индюшиный детский сад живут все вместе все прекрасно кушают много какают много пьет и весело живут